уважаемые зрители и подписчики ну вот пришли к нам уже пробные образцы вот плитки сейчас вам покажу какие варианты раскладки возможны с ними но сначала вот еще обращу внимание вот убрал я стесал нашим вот этим скребком вот этот я не знаю для чего они даже но просто наверное обычно белым серым делают чтобы показать что здесь бетон какой-то но я здесь не нашел бетона наверно просто у них было вот это штукатурка белая они решили помазать но и здесь тоже самое но здесь я забыл что надо убрать но тоже уберу это все таки потому что вдруг будет просвечиваться вдруг еще что-либо лучше уж убрать и как бы быть уверенным что там не будет трещины также мы переходим вот у нас последняя осталась стена если посмотрите на ее геометрию то есть эти дыры страшные но здесь у нас еще ничего страшного нет мы все равно будем вот так вырезаться надо уже в следующем видео и будем туда закладывать плитку наша потом уже будем уже всю эту плоткость выравнивать но здесь мы будем выравнивать без маяков ну что покажу вам насчет вот этой плитки то есть один из вариантов как ее разложить то есть один из вариантов эту кладем потом вот эту сюда и потом и кладем красивый из вариантов и например вот эту плитку например можно было сделать потому что у нас здесь одной целой не получается может быть что-то такое бы получалось и вот двойнушка есть и получалось бы таким образом но часть плитки пошло под стену поэтому такая была бы красота потому что если например все серое сделать то например если видите вот эта плитка сливается со всеми серыми стенами а вот если было бы разбавлено посередине каком-нибудь вот этим ну ставочкой в виде вот этих таблеток белых они тоже из керамогранита поэтому их можно для душевой использовать также в туалете в санузле они как бы надежные то есть выглядят они маленькие хоть но это полноценный керамогранит вот от испанского производителя таким образом так же он можно его и подтачивать но подтачивать его нет смысла если например цельная не входит вот эта таблетка то ее просто делается врез в стене и вставлять проще чем резать самую таблетку можете посмотреть у меня есть видео с теневым плинтусом и там используются вот этот керамогранит в виде таблеток когда он сунут прямо в стену ну вот так что было бы неплохое еще один вариант у нас например не хватает 10 сантиметров на той стороне обратно можно сделать вот так вот так и если взять вот такой вариант можно было сделать еще добавлять различными мозаиками вот в таком варианте ну вот так же есть в этой плитке и компаньон такая же мозаика то есть можно сделать было и таким образом если посмотрите было тоже неплохо бы разбавило но или можно было бы сделать взять большой и соединить вот эти две плитки через вот эту мозаику тоже как один из вариантов или другой вариант у нас реализован на другой части балкона у этого заказчика можно было бы завершить вот здесь то есть вот к этой стене вот так вот и завершить недостающие вот таким образом то есть вот эти все варианты также можно было бы или вот эту часть поставить вот здесь то есть вот здесь варианты как это сделать вот с различными вариантами вот мазаном하세요 должно быть например числа円 для нашего семи одну инст cały аромат другой N十 запустящих мав например вот кусочки мрамора то есть по размеру они подходят конечно мрамор это довольно такое $10 Мрамор самый лучший, это там, где есть тепло. Это, например, ванна, санузел или где радиаторы отопления, потому что мрамор наиболее имеет высокую теплопроводность. Для балкона это не принципиально, но за завершение можно было тоже сделать им. Или дополнение. Можно было бы каким-нибудь серым мрамором, можно было бы выделить, наоборот, черным или белым мрамором. То есть, тоже варианты. Ну, еще вот этот производитель. Это немецкая компания Мейсон. Ну, отличие вот этой производителя, он толще, этот керамогранит, если посмотрите. И еще его отличие, у него нет лиц. У его керамогранита, то есть, у него каждая плитка, каждый вот этот чип мозаики имеет свое лицо. То есть, у него нет повторений. Например, как иногда вы видите, там, 5 лиц или 6 лиц. У какой-либо, ну, серии мозаики или у плитки. А у этого все, как большие, широкоформатные формации, например, там, 60 на 120 и дальше. У него каждая плитка индивидуальная. То есть, вот они, как бы, занимаются печатанием плитки под брамор или под другие текстуры. Так, чтобы ни одна плитка не походила на другую. То есть, у них нет выбора между несколькими вариантами. А все индивидуально. Но он намного толще. Если посмотрите, с этой, вот видите, он намного выше. Соответственно, нужно будет делать совсем по-другому пол. Ну и для мозаики, что очень важно, надо выровнять, ну, если возможно, 0,2 мм перепад. Так что, с мозаикой, конечно, сложнее работать, потому что ей нужна, как бы, абсолютная почти ровность. Иначе это будет очень тяжело все выравнивать. В отличие от широкоформатного или даже вот при плитке, там, 20 на 20 уже, ну, не так сложно выровнять. Так как некоторые производители предполагают все-таки, ну, 15 мм, как бы, плюс-минус. То есть, можно под выровнять. Ну, лучше не делать, конечно, этого. Ну, возможно. Например, Юнис тот же, если не для такого, как бы, серьезных проектов, не для очень дорогой плитки. Для плитки, которая, наверное, уже больше, ну, где-то полторы тысячи, надо уже делать абсолютное почти ровизну. Ну, с допуском где-то 0,2, ну, максимум 1 мм. Потому что для вот этой мозаики, например, у ней всего-то будет, ну, гребенка 3 мм. Иначе, если вы положите больше, чем 3 мм, у вас выйдет плиточный клей за пределы этой мозаики. И вы, соответственно, потом просто, ну, это нереальная работа, потом очистить после затвердения. Ну, и в течение, как бы, и нанесения будет проблемы. Потому что вы, даже когда он еще и не застывший плиточный клей, будет тяжело вычистить. И, а тем более, после того, как он застынет, например, тот же циррозит или литокол, это практически, ну, вы больше повредите вот эти чипы, чем, как бы, очистите. Ну, вот все, как бы, наши варианты. Следующее видео мы уже покажем, что я сделаю, вырежу стену эту. То есть, почему я взял две флистки, чтобы посмотреть и, как бы, попробовать, как их порезать, если возможно. Потому что у заказчика, ну, бюджет ограничен, поэтому мы не можем ему купить мозаику. То есть, для сравнения, вот эта 1390 стоит 1 метр, а если мозаику, это тот же самый лапарет, и она тоже самая и по размеру, и все, только другой цвет. Стоит, ну, 30 на 30 стоит 900 рублей. То есть, по сути дела, здесь, ну, плитка сама будет где-то 1000 на 6, потому что где-то около 4 метров квадратных. Ну, а если взять еще мозаику, то, да, сэкономится на квадратуре большой плитки, но мозаик нужно будет 8 штук. Ну, даже, может быть, 8 или 10. Соответственно, то сразу у вас где-то на 10 тысяч, вот с такой вариантом, как бы, отделки увеличатся. Поэтому мы попробуем еще отрезать. Нам нужно отрезать будет где-то 10-сантиметровую, такие, 3, ну, 3 отрезка. Ну, я бы сказал бы, огрызка, потому что они меньше, чем половина плитки. Но, тем не менее, вот он, я думаю, его больше волнует бюджет, чем красота. Потому что красоту можно сделать только, по большей части, резаной на заводе мозаикой. Ну, или комбинируя с мозаикой от других, более таких, ну, серьезных производителей, более красивых производителей. Например, там, Испания или Италия. Ну, вот это Италия делает. Вот это. Ну, называется компания Versace Tiles. Ну, и, наверное, некоторые слышали такое название. И вот это испанский производитель, но его поставщик Старопетровская. Если посмотрите на сайте, наберете по-русски Старопетровская и найдете там дилер вот такой мозаики различной. Ну, Versace Tiles другие дистрибьюторы. Ну, их, как правило, намного меньше. Но вот качество вот этой мрамора довольно красивое. Но обратно я сказал, что наиболее лучшее место употребления мрамора – это санузел и ванна. Так как нагревается очень хорошо, под ним отлично будет работать водяной пол. Наверное, лучше не бывает, потому что под керамогранитом все равно водяной пол не такой теплый, как под мрамором. Под мрамором он очень приятный и такой вот теплый. И вот отлично, особенно в санузле, будет вам, как бы, ну, вас, можно сказать, что приятно для тела будет. Особенно ходить босиком в санузле, если под этим мрамором находится теплый пол. Ну что, продолжаем мы дальше. Так что следующее, это увидите, я попробую сделать вырез в стене и уже сделать раскладку и попробую обрезать. Также покажем мы, каким инструментом мы режем и удастся ли нам порезать хорошо эту плитку. Потому что я посмотрел даже на стенде у Лапарет, порезана она очень плохо. То ли у них инструмент был совсем, который, ну, давал люфт, я не знаю, наверное, сантиметров два. Поэтому не очень уверен я, что она хорошо может порезаться. Ну, обратно попробуем, покажем и вы туда уже можете принимать решение. Все, до скорой, до новой части.